Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я Антон Деркач, и в этом видео я буду говорить о ТЭЛО, тромбомболии легочной артерии. Это видео предназначено для студентов-медиков. Что такое ТЭЛО? Почему и как она развивается? Как диагностировать и лечить тромбомболию легочной артерии? Обо всем этом вы узнаете из этой видео лекции. Итак, что такое ТЭЛО? Тромбомболия легочной артерии – это не самостоятельное заболевание, а осложнение других заболеваний, приводящих к повышенному тромбообразованию. ТЭЛО – это закупорка легочной артерии кровяным сгустком, тромбом, приводящее к нарушению кровоснабжения участка легочной ткани. ТЭЛО – довольно распространенная патология. Один случай на тысячу населения в год. Треть внезапных смертей обусловлена именно ТЭЛО. Каждый пятый пациент с ТЭЛО погибает. Из них более половины в течение первых двух часов. Следует отметить, что ТЭЛО является ведущей причиной смертности в послеоперационном периоде. Так от чего же возникает ТЭЛО? Причиной тромбоэмболии легочной артерии является оторванный тромб, образовавшийся в венозном русле разных частей тела и органах. Наиболее частым источником тромбоэмболии являются вены нижних конечностей и таза. Для того, чтобы образовался тромб, необходимо участие трех факторов. Повреждение сосудистой стенки, локальное замедление кровотока и повышение свертываемости крови. К повреждению сосудистой стенки приводят воспаление и травмы. К замедлению кровотока приводят сердечная недостаточность и, например, послеоперационный период, когда пациент длительное время бездвижен. К нарушению свертываемости крови может приводить или наследственное заболевание, связанное с нарушением факторов свертываемости крови, или применение противозачаточных средств, а также при СПИДе. Также к повышению риска тела приводят онкологические заболевания, роды, инфаркт миокарда, ожирение и курение, и особенно варикозная болезнь вен нижних конечностей. Теперь поговорим о клинической картине тромбомболии легочной артерии. Клинические проявления тела напрямую зависят от массивности поражения легочной артерии. В связи с этим выделяют классификацию по тяжести тела. Массивное тело при поражении более 50% сосудов. Субмассивное при поражении от 30 до 50% сосудов системы легочной артерии. И немассивное при поражении менее 30% сосудов. Тромбы могут быть различного размера. Если тромб большой, он закупоривает крупные сосуды. Если тромбы мелкие, то они могут закупорить множество мелких сосудов. Закупорка крупных сосудов приводит к мгновенной смерти. При этом любые реанимационные мероприятия оказываются бесполезными. Также есть классификация тела по остроте. Это острое тело, подострое тело и хроническое тело. В случае острой тело все симптомы возникают внезапно и ярко. При подострое тело симптомы нарастают постепенно сглаженно. При хронической тело происходит рецидивирование тромбомболии легочной артерии. Наиболее ярким симптомом является внезапно возникшая отдышка с повышенной частотой дыхательных движений. При этом пациент чувствует себя легче в положении лежа. Возникают различные боли в грудной клетке. Может возникать кровохарканье. Цианоз губ, носа и ушей. Также могут возникать потери сознания различной продолжительности. Судороги, конечности, холодный пот, сонливость, кашель. Что нужно для того, чтобы поставить диагноз тело? Итак, что можно сделать для постановки диагноза тело? Кроме сбора анамнеза, жалоб пациента, можно снять ЭКГ. Что же мы увидим на электрокардиограмме? На ней будут видны признаки увеличения правых отделов. Кроме того, можно сделать ЭХКГ, на котором мы также увидим увеличение правых отделов и возросшее давление в системе легочной артерии. Также можно сделать рентген, на котором могут быть видны признаки инфаркта пневмонии. В участках легкого, куда нарушен кровоток, может присоединяться инфекция и развиваться пневмония, которая будет видна на рентгене. Но наиболее точным и информативным является метод компьютерной томограммы с ангиографией, с введением контрастного вещества. В этом случае мы не только стопроцентно поставим диагноз тело, но и определим массивность поражения системы легочной артерии. Теперь поговорим о том, как лечить тело. Продолжение следует... Как лечат тело? Наиболее распространенным методом лечения тело является тромболизис, то есть введение тромболитических смесей с целью растворения тромба. Этот метод эффективен в первые 14 дней после манифестации тело. Но бывают случаи, когда тромболитические смеси противопоказаны. Например, при геморрагическом инсульте или при инфаркте. В этом случае можно хирургическим путем удалить тромб. Но важно помнить, что этот метод сопряжен с риском осложнений. Профилактикой тело является антикоагулянтная терапия с подкожным введением гепарина или более современных антикоагулянтов, таких как клексан и фроксипарин. С дальнейшим переходом пациента на пероральные антикоагулянты, такие как варфарин, с обязательным контролем МНО. С помощью этого анализа крови мы контролируем свертываемость крови и можем корректировать дозу варфарина. Продолжительность жизни наших пациентов во многом зависит от того, насколько мы сможем установить с ними комплайнс. То есть, насколько пациент будет привержен той терапии, которую мы ему назначаем. В случае, если пациент будет регулярно принимать антикоагулянты и контролировать МНО, мы сможем снизить риск рецидива тела до 2%. Итак, в этой видео лекции вы узнали, что такое тромбоэмболии легочной артерии. Почему и как она возникает? Как диагностировать, лечить и проводить профилактику рецидивов тромбоэмболии легочной артерии? Если это видео было интересно или полезно для вас, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии под этим видео. С вами был Антон Деркач, до встречи в новых видео лекциях.